Девочки, мальчики, всем привет! С вами снова я. Сегодня иду... Еду, вернее, в Барнаул, в Пониэкспресс, чтобы сдать документы на получение визы. Мне назначили на сегодня на 10 октября время, чтобы я приехала. Кстати, прохожу через Березник. Мы когда сюда приехали, вот этих домов вообще не было. Здесь везде росли березы. И называли это Березником. Тут играли ребятишки, тут ничего не было. Ну, просто были березки небольшие. И было так приятно пройтись. Сейчас все тут позастроили. Ну, тоже людям где-то надо жить, раз участки не дают. Тут вот тоже построили. Короче, сузили. Но, тем не менее, он еще остался. Возвращаюсь к тому, что я уже сказала, что назначили мне на конец время. В июне в месяце оплатили консульский сбор. И никак не было времени для меня. Много народу подает на визы. Вот я еду в Барнаул, потому как у меня была виза. Недавно закончилась. А у мужа не было. Ему еще не назначали дату. Ой, и ехать ему далеко. Не знаем, куда еще. Записывались. Два места. Посмотрим, как будет. Вот уж домик построили. Рядышком. Здесь новые дома. Договорились с мужем, что я сейчас еду в Барнаул до определенного места. Он меня там встречает. И везет. Если у него получится, если не получится, то мне придется самой добираться. Я никогда там не была. Да и вообще, собственно говоря, Барнаул вообще не знаю, куда мне надо было. Прошу мужа. Он меня везет. Мне надо туда-то и туда-то. Мы там были. Мы там были. Тогда-то покупали то-то. Он знает уже, где это было и что. И везет. Ну и сегодня, говорит, ой, как ты поедешь. Ну, сказал мне, как и куда доехать, чтобы там он меня встретил поближе. Как раз у него будет обед. И он меня довезет. Конечно, иду. Очень переживаю. Как что пройдет. Хотя, что, собственно, переживать. Здесь у меня не собеседование. Мне просто нужно отправить документы. Если в посольстве посчитают, что мне нужно ехать на собеседование, как я поняла, мне снова придется оплачивать консульский сбор. Ну, это я так поняла. Не знаю точно. Доча в последние дни более-менее успокоилась. Дочь ты не плачешь, она говорит. Ой, мама, я так рада. Так рада, что наконец тебя записали. Я говорю, дочь, но это же не значит, что мне уже дали визу. Меня только записали. Она говорит, ну и что? Это уже шаг. Прям уже мне говорит, мы с тобой будем делать то-то и то-то. Я хочу, чтобы ты сделала то-то. Ой, как я рада тебя увидеть. В общем, ликует. Звонит периодически. Сегодня с утра позвонила рано. Мама, ты собралась? Переживает. Вот такие они, доченьки. как хорошо-то, что они у нас есть. А я уже пока с вами говорю, подошла к остановке. Сейчас перейду этот опасный, надо сказать, перекресток. Никакого светофора здесь нет. Люди переходят. Бежняк такой. я доехала до Барнаула, до площади октября. Как сегодня выглядит эта площадь. 10 октября сегодня. Здесь очень чисто, красиво, следят за площадью. Теперь мне нужно на автобус пересесть и ехать дальше. Сходила я в фоне экспресс, сдала документы. Очень быстро, надо сказать, все это прошло. Я была записана на час. Мне сказали, что это совсем не принципиально. во сколько я пришла. Главное, что в этот день все сдала очень быстро и пошла в ГИБДД. А зачем я иду в ГИБДД? Прошло пять десяток лет. Новый виток. Надо менять водительское удостоверение. Муж прошел медкомиссию, мужу я имею ввиду. У меня еще есть два года. муж прошел медкомиссию, зарегистрировался, взял номерок здесь, в Барнауле, а реквизиты не взял. Вчера пошла в банк и не оплатила. Говорит, несите реквизиты. Я говорю, ну как так? Вы не можете, что ли? Это же госпошлина. Нет, не можем. Ну вот, чтобы ему не ехать сюда далеко. а я считаю здесь рядом, то я иду выполняю задания, поручения. Денек сегодня прекрасный, тепло. Сейчас к обеду вообще солнышко пригревает. Утром как-то прохладно было, а сейчас так вообще тепло стало. Хорошо. Как раз посмотрю, мы проезжали конечно на автомобиле здесь и не раз. Ну, чтоб я здесь сама бродила, такого не было, конечно. Да и вообще никогда не ходила никуда. Какие-то дела, домашняя работа, а еще позвонила снохе, хочу зайти к внучке, поглядеть внучку маленькую, старшая в садике, однако я ее не увижу. Ее забирают поздно. Ну вот, иду в ГИБДД. Сейчас скажу, как это улица называется. Герман? Нет. Так, секунду. Эмилии Алексеевой. Вот, значит, я иду по Эмилии Алексеевой. Надо спрашивать где-то здесь. Куда-то мне надо заворачивать. Прекрасно, когда во дворе деревья, но когда с них сыпется листва, конечно, которую не убирают. Добрый день. Вы не подскажете, где Реоги БДД? Прямо в Твитровской институте. Спасибо большое. Ну вот, я поинтересовалась и иду дальше. Мне недалеко. последний из магиканы киоски. Вон здесь дом живой ремонтируют. Леса наставили. видите, где я с вами прошлась в городе Барнауле по Эмильке. Мне кажется, что мне нужно поворачивать где-то здесь. не может же это здание быть Реоги БДД или ГИБДД Нау. Смотрите, какая мельница. Тут кафе Бочка. Сделали такую декорацию в пельницу. Там, наверное, мельник живет с котом. Такой забор. Вот тут надо искать ГИБДД Нау. Скорее всего за таким забором. Добралась я до Крытого рынка здесь в Барнауле. И сейчас перейду дорогу и по направлению к дому внучкам посмотрела. Зря садилась на автобус. Могла бы пешком дойти. Все места знакомые были. Короче, еще дальше уехала. Круг сделала. Сейчас назад идти. Дорогу еще перейти надо. Вот так у нас картофель продают. Здесь всегда в контейнеры привозят по осени и дают картошку. Белая, красная. А почем картошка? 12 рублей. И белая, и красная? Да. А морковь? 20. Вы с мешком будете брать по 13. Картошки-то много надо? За картошкой подходит. Окей. Ну я же сумку не понесу. Я интересоваться рассыпчатая. Тагала рассыпчатая картошка. Розара не рассыпчатая. Я как-то красную предпочитаю. Вот славянка. Это с огородов домашняя картошка. 11 рублей килограмм. Спасибо большое. Много надо? Спасибо. Я узнала уже цену. А на тишине нет. Ну почем у вас раз так хотите сказать? А вы возьмете? Почем вот это? По один от как жеманница, как девушка ломается. Я таких не люблю. Конкретно спросил ответил. ах вот какая ты. Какая погода прекрасная. Просто прелесть. Я уж мужу говорю. Слушай, говорю, так уже скоро тебе домой. Может я тут останусь, ужин приготовлю. Я просто хочу. Он говорит, ну да, конечно, слушай, оставайся. Короче, посмотрим сейчас по обстоятельствам. Еще мне надо сходить налог заплатить. Представляете, у нас в Барнауле вот такая есть Алтайская Академия Гостеприимства. О, о как! Что сейчас замутили? Не знаю, на кого тут участвуют. Перехожу дорогу в правильных местах. Как-то Барнауле живет, двигается. В Алтайке какая-то тишина прямо. Честное слово. Ну да, конечно, население-то Алтайки с Барнаулом не сравнить, то ли 80 тысяч. А вот в Барнауле не знаю, то ли 600, то ли 800. Стыдно не знать. Запамятовала. Вообще цифры не держатся в голове. Ум выветрился. так, ну что, я уже почти у цели. Вот, пожалуйста, мебеля на помойке. А тут, кстати, этот дом ремонтировали крышу, крышу сделали, покрыли новым железом. тут все развалено вокруг. Меняли окна, наверное, сразу где-то. Ну ладно, заходить буду. Подъезд открыт, хорошо. сделали им тут это-то было, а вот входа-то не было в подъезд. Плиточку положили, бордюрчики такие сделали. Мама, дорогая, разрушили, разруха полная. Люди накрывают двери, как-то спасают. Ой-ой-ой, капитальный ремонт, короче, идет. Хотела отключиться, но нет. Показываю. Записывается? Я все еще в Барнауле, девочки, мальчики, приехала вот и с внучкой пошли купить курочку. Сейчас отбивных хотим сделать. Соба, посмотри в камеру. София, помаши ручкой. Ой, чубозаец. Мороженку ей купили. Вот так. Ой-ой-ой. Давай туда еще кидай, туда. Вот молодец. Все, короче, голуби потока здесь. Ой, все, София разошлась. Реально ему же пофиг, они подкармливаются. как весело то. Ой-ой-ой. Тут, наверное, много желающих прийти покормить голубей. Дайте мне немножко. Мама тогда рассказывает, утром идет на работу. Мужик стоит, семечками допустим кормит, а она допустим с перцовкой там. И когда я подхожу, он их кормит, собрались они возле него. И воробушки, ага. Я к этой отошла и бросаю свое, а они даже не перелетают, пешком их обленившиеся. Смотри, сколько воробушков налетело. Ой! Опа! Ой! Ой, как хорошо! Воробьям не достается. Они их сгоняют, да? Да. Интересно, сколько их штук здесь, а? Слушай, они на крупах скормлены, их можно вполне зажаривать. Ты ела когда-нибудь голубей? А я ела, ну, таких, домашних, которые. Очень даже вкусно! курица. В казане как наделали там их сразу, не знаю, даже большущий казан там сколько было, 20, наверное, штучек. София, бросай! Сюда, бросай, сюда! Вот, молодец! что-то быстро ты раскидала мешок крупы! Ой! Как весело! Дайте я воробушку обкину. Ты специально им покупала, да? Ой, воробьи вдруг успеют! Опа! Мама, их все прибавляется что-ли и прибавляется? Или они так все здесь пасутся? Давай, весело это просто кидать. Голубей. Снимите ее поближе, мой что-ли на ней еще это... София, поможи ручкой! Как ты кидаешь? Вот так! Молодец какая! Понравилось ей раскидывать! Туда кидай, София, скорее! Туда кидай! Там уже ничего нет! Вот молодец! На, вытряхивай! Давай, держу! Держи пакет! Давай, держи мороженое, зайца! Вытряхивай пакет! Лежи! Вытряхивай сейчас быстро! Все? Давай еще! Потряси хорошо вот так! Вот молодец! Все, давай! София тоже кормится как голубок! Релакс, да? Пошли платить мы с Таней в Сбербанк госпошлину! Уже реквизиты узнала госпошлину пошли платить! Оказывается, паспортные данные надо! Ну, е-мое! Столько препятствий! Нет! Заняли! Коляску заняли! Непорядок! А что, ты все что ли уже? Ты нагулялась? Да? А, София? Сейчас, подождите, я попью! Что-то покупают им, да? Да! Вот так здесь! Как это площадь называется? Титова! Площадь Титова! А я я иду вся такая сытая меня сноха похвалюсь накормила картошкой по-французски с мясом А это что за памятник? Герман Стоу или кому? Герман Стоу вот а это там 5-й гвардейской дивизии А вот это ну вот я вот про этот памятник бюстик такой Вот это вот уже сколько лет ой сколько лет здесь положили какая красивая да я видела это на 9 мая да? Да мне говорю нравятся вот эти деревья и все так хорошо но это же сколько уборки надо вот с этими листьями ну хорошо хоть есть такое местечко пришел прогулялся а мы еще с Настей ходили туда где это домик да вообще мне понравилось классно сейчас его вырубают вот этот крест потому что там же новый дом строят вот рядом с вот этой вот да то ли под парковку там во-первых все перекопали трубы прокладываются ну канализации все к дому тянули перерыток деревья выкорчевывали там пусть прям вообще сплошняком вот с той стороны шумильки там наверное под парковку место готовилось тоже сделали этот сквер лавочки когда все торжественно открыли недели не прошло лавочки из асфальта выдернули вот там где вот этот городочек типа сделал из асфальта вдоль аллейки ставили боже мой и куда их тащили нет выдернули и бросили по моему лифами пахать уже там фонари не горят там как было ночью светло темное время а сейчас уже ничего там не светло вот так вот нам только делать что-то как вот так можно вообще что за варварское отношение да да я там мы там были понравилось мне там уже благоустройством занялись к новому году дадут дом машин будет уже выкупили да все давно уже все выкупено то есть получается что теперь это теперь будут там еще блок секции устроить она видишь как будто не закончена там два дома но второй так не заложить а по проекту там по корнейке вроде там два а мы подходим у меня вообще беспокоят что там машины будет парковка вся улица будет забита там ну раз не предусмотрено подземных гаражей мне мне понравилось мне понравилось что здесь из лестничных клеток окна меняют ты вот насколько себя помнишь когда тут это было не когда это как сделали так и стоит ну вот я увидел домки в первом году построены и ни разу что-нибудь там не было ого ну все короче капремонт сейчас сделают будет красота мы в этом не уверены ну все мы подходим к дому выключаемся давайте машите передавайте привет кому хотите насти привет передай скажи Настя привет скажи тут как у тебя видно меня резко да да я пошла тут София она же никак домой не хочет заходить и на качельки покачаться и на горку залезть ну надо же попозировать наверное да София ой стесняюсь скажи скажи что-нибудь не хочу слушай Таня ее не продует ветерок то хорошенький достал ой боже мой это ты росла на этих лазила не было теперь они да эти три были качели дед еще мы делали качели сколько деда уже нет ну мне 28 лет качели неубиваемые качели из арматуры слазь а то упадешь а у меня все это как сказать видеодневник с Барнаула я раз попала раз пошла такая пьянка и режь последний огурец принес купили курицу принесли вот я ее всю пообрезала и все что можно было срезать и а это на бульон оставила может быть какой-то рагу можно будет сделать овощное с кабачком там что-нибудь выбрать но там уже нечего а вот это чтобы вырезали грудку ведрышки я сейчас буду делать отбивнушки вот я их уже вырезала я их нечего курицей я их Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня сегодня реально получился влог. Вот приехал мой муж с работы, и мы пошли за внучкой Настей. Маши, здоровайся. Привет, как дела? Это у нас поцелуй. Встреча наша состоялась. Так, ну рассказывай, как дела, как день прошел? Отлично. Отлично. От других. Да? Да. А вот мы. Парочка Гуида-Гагарочка. Короче, знаете, это у меня такое длинное видео. Я даже не знаю, кто будет смотреть долго-долго. Я аж надоемся. Кто захочет, тот и будет. Я по Эмиле и Алексееве гуляла. И с Таней мы отбивнушки изготовили. Вот так идешь и болтаешь. Ужин изготовили. Вот так лучше. И, короче, я считаю, и Софию я снимала. В общем, там вообще отпад, наверное, час будет. Сейчас еще Настю заберем из садика. Ну все, смотрим, Настю. Выходим в садик к Насте. Как садик называется? Зельский сад 84. Без названия. Ну, какого-нибудь там, мотылек, черепашка, ромашка. Ромашка. Ромашка офигенная. У меня в Одноклассниках страница, и у меня название Ромашка офигенная. И у меня все спрашивают, почему ты ромашка офигенная стала? Я говорю, скрываюсь от налогов. Ну, честно, говоришь. Да нет, шутка. Я же говорю первым делом, что муж получил зарплату, побежали, все налоги заплатили. И спин спокойно. Да, да, да. За следующих налогов. А у меня есть ключик. Смотри, он поедет. Да. Здесь открывается с помощью ключа. Чтобы злоумышленники не зашли. Я так понял, да? Злоумышленники. О, и... Злоумышленники. Такой деталь смешной. Не поверите, тут развиваться надо. Вот, что-то свет они прилетут. Слышно, что свет будет вот так. О, это здесь. Вот, что-то смешное, нормально. Да, по-домашнему все. Ну, мы сейчас поедем. А если туда обои, башмачки, когда ты выйдешь? А мы поедем в баню. Привет. Привет. А что ты в банюку сделал? А там поедем на головной и поедемки. Паренка есть? Ты любишь паренку, что ли? Нет, это все очень. А ты пью от еж? Барни. Где-то я подаю, и я вот это пью. О, вот так-то молодец. Ой, еешеньки. Он такие дети выдают. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Наш, Кирилл, он не может? Господи, ты бог. Наш, Кайс, вы на кого не похожи? Незнакомые когда-нибудь. Наш. А вы что вы говорите? А вы тоже баба Лариса. А я не видела, а вы не встречались. Дюрик! Баба Лариса и Юрик. Дед Юрик. Как дела? Хорошо. Я сегодня ваша принцесса. Видите, у меня корона. Да вообще обалденная принцесса. Давай, собирайся. Собирайся домой. Маленькая сестра, два года, мы зашли с улицы, даже не дает руки помыть. А эту хоть одеть полностью всю. Так, ну и что мы делаем дальше? Снимаем фотографии с начала. Первое действие, да? А второе? А ты в кофте? Это ты здесь оставляешь? Ну да. Она чистая, можно завтра одеть. То есть, если чистая, ты оставляешь на завтра, да? Да. А если грязная, то забираешь? Да. Так ты что, раздеваться до головы? Настя, собравашь? Сейчас пойдем. Это что? Стих. До свидания. До свидания. Подождите, вот эти денежки Татьяне Валиной передайте. А сколько тут денег? 300 рублей. 300 рублей? За 100 не было. Ладно, давайте. А нам тропы придет? Да, конечно. Лучше ездить. Ну что, ты сын? Мама, ты где? Мама? Мама, ты где? Мама, ты где? Настя! Вези. Ой! Я думала, к вам. Настя решила показать, что у них на участке тут. Это у них на участке? Участки, это у них машинки. Конечно. Вот на участке. Смотрите, здесь радуга. Стол с лавочками. Настя, какой у тебя участок. А корабль, корабль. Корабль? А где? Ну вот, перед тобой. Ух ты. До этого кораблю с носу не будет. Еще через 30 лет. Здесь листочница. А здесь три пылеса. О, какой. Мощник. Можно этим сидеть, а здесь стоят. Здесь в карты и может играть, нет? Нет. Нет? А там черные лебеди. Ого, ну-ка. Да, лебеди. А это кто сделал таких лебедей? Я не знаю. О, нифига, это от пылесоса шланг такой, да? Да. Нифига себе. Кто-то, кто-то, это, сообразительный, да? Да, тут у нас тоже клумба. Пошли, я вам покажу кое-что одно. Пошли скорее. Настя, а я хотела деду слоненка показать. Какого слоненка? Домичка. А помнишь, когда ты маленькая была, мы снимали видео про репку. Посадил дед репку, посмотри. Пожалуйста. Вон. Да. Это не ваш участок уже? Нет, не наш. Это дед. Что хотела показать-то? А давайте, а давайте... А давайте... На этом залезем, но... Важно прыгать, как на батуте. А давай мы поплывем на корабле. Стойте, стойте. А вот здесь... А давайте на этом будет наш Титаник, только он непотопляемый. Мы поплывем в Америку. Наташи. Да, на зеленом велике. Капитан. С таким капитаном-то нам ничего не страшно. Ну да. Ну давай, капитан, пойдем. Да, поцелуемся хоть. Стойте, стойте. Ну стоим, стоим, стоим. А со мной? Да. Да. Селячьей нежности. А сегодня Таня говорит, надо же и Софию, я говорю, давай-ка я ее сниму. Она говорит, да, точно. А то, говорит, все, Настя, да Настя мелькает. Стойте, стойте, знаете что? Пошли уже. Юрик, поделись ко мне спиной. Ты хочешь меня замарать башмаками? Я хочу тебя на шейку сеть. Ну понятно, замарать не пойдет. Давай, придем домой там прокатимся. Пожалуйста. Не-не-не-не. Давно не виделись. А щечки словно персики. Сладкие-присладкие. Пошли уже. Пошли уже. Там закрыто, пошли. Все проверила? Что делаете? Через забор? Да. Ой-ой-ой, Ошеньки. О, как нехорошо-то, а. Баба Лариса же не полезет через забор. Как я перелезу? Юрик-то ладно, перепрыгнет, а я как? Пошли. Настя, ты знаешь? Пошли. Ой, у Бабы Ларисы нога болит, я спотыкаю. Вот на этот. Ой. Участки. Поба Лариса старая уже, а ты ее на участки таскаешь. Да я сегодня находила. Ого. А у вас тут целые эти, смотрю. Ой, какой шатер с тюлем, с тюлем шатер. О, нифига. Там еще херезада, наверное. А тут белый лепит. И телефон, прикинь. Ой, это вообще, это... Алло, алло, прекрасная Маркиза. Все хорошо? Все хорошо. Я сейчас вам еще. Наверное, такое ощущение. О, так можно заводить на тот стол. Ага. Настя, звони с того стола. Давай, бери трубку. Давай уже, все, мы подняли трубку. Алло. Алло. Алло, алло. Быстрее сюда, ко мне в гости. У меня тут были колок. В гости были колок. Давай лучше ты к нам. Ладно, сейчас приеду. На машине. Давай. Давай, садись на твой грузовик. Тебя же грузовик. Вон он грузовик же. Нет, другой. О, пары, видишь? Ты что, не понял? Вот так вот и машина. Нифига себе. У детей такие игрушки деревянные. Все, погнали. Ты посмотри, она едет по рулю. Привет, внучка Настя. Привет. Кому же есть светофор, ребята? Пожалуйста. Ого. А светофор-то? Соня, вы на красный свет переходите. Ой, что же делать? А когда будет зеленый? Давайте нажмем на кнопочку, чтобы загорелся зеленый. Все. Давайте побежим. Он еще желтый. А, ну. Стоим. Ты зеленый. Все, погнали. Побежали быстрее. Быстрее по этой дорожке. Все, спасибо. Спасибо. Что, ты хорошо расположилась? Что, расположилась хорошо? Что он сейчас сказал? А как она хорошо расположилась? Ты говоришь, она хорошо расположилась? Да. Она красный нас давно не видела. Это у нее дедушка и бабушка. Кого? Неделю? Ну, мы уже неделю не видим. Это прямо в рекордах. Да? Да. Ночевать у вас нет. Мы хотим, чтобы ты у нас. Тут мы шли мимо дома, жилого. Настя решила покататься на качелях. Покажи рисунок, который она нарисовала. Зачем? Сейчас скажут, что... Мы как-то с ней поехали на могилку, ну, цветочки положить. Угу. Попроведывать. Ну, она тут выдала. Им задание дали. Очень нарисовать. Карисовать картину осень, она говорит. Ну, она нарисовала. И природу. И природу. А она нарисовала могилки и кресты. Не, ну, там деревья же. И деревья, и цветы. Да, креативная у нас. Ну, видно, знаешь, у нее запало, что мы с ней там, это, шутили, наверное, или просто не ей было интересно. Мама сказала, больше мы не на могилке не были. Хорошо, вот они. О, какие. Вот такая у нас внучка. Она у нас креативная. Ну, все, дорогая. Кто лучше всех прыгает? Я, конечно. Ты? Ну, конечно, безусловно. А давайте, Каланстре, до нашего дома подскоками дали. Ну, конечно, ты. Мы даже не умеем с тобой соревноваться. Ты быстрая, маленькая, быстрая. Быстрая. Подскоками. Пока мы раз, два, раз. А ты раз, два, раз, два, раз, два. Подскоками? Нет, я точно не могу. Внучка с бабушкой с подскоками. Давайте тогда. О, еще одна детская площадка. Все, хорош детских площадок. Пошли. Ну, последняя. Ну, ты что, не наигралась, что ли? Да, не наигралась. Хорошо расположилась, я ей мальчик сказал. Да. Это Руслан. Руслан. Ну, зачем ты мне камеру взял? Как бы я тебя сняла? В истории остался. Ну, тут доча говорит, что папа постоянно не видит. Вот такой вот у нас сегодня, у меня в крайнем случае, такой день. Ой, как покрасили, интересно. Покрасили, интересно. Да. Креативно подошли. Как ты уже слово упомянул. Не так, чтобы розовое или синее. Мне понравилось. Теперь в горку давайте. А для чего, Настя, цепочки эти? Цепочки, чтобы по ним тоже лазить. Ну, ну, ну что. Вот такие вот детские площадки в Барнауле. Не везде, конечно. В старых. В районах. Ну, вообще, думаешь, нет. А там вот, где новый дом, он беднеется. Там. Да. Знаете, что... Хорошая площадка. Ну, ее переместили вот на эту площадку. Хорош, давай дома поснимаем. Давай. А я думала, Натаха, вот у нас такой ужин. Прям вообще обалдеть. Салатик сделали. Сноха тут наколбасила. Всех приглашаем с нами от ужина. Да. Поужинайте с нами. Пожелайте нам приятного аппетита. Вот так вот проходит наш день. Вот она наша красоточка. Ты моя маленькая. Ведь сейчас еще лучше будет. За окошком снова не погодится. Тучка в небе почему-то хмурится. Ну, а мне очень даже нравится. Дождик этот, я пойду гулять. Дождик лет по крышам, по улицам вара. Я иду по лужам, по воде шагаю я. А теперь... Ля-ля, ля-ля, по воде шагаю я. Ля-ля, ля-ля, по воде шагаю я. Молодец. Боже, дождик посылаешь ты для нас. И не стоит огорчаться нам сейчас. Нужен дождик и деревьям, и цветам. И, конечно, нужен он всем нам. А боже, дождик лет по крышам, по улицам вада. Я иду по лужам, по воде шагаю я. Ля-ля, ля-ля, по воде шагаю я. Ля-ля, ля-ля, по воде шагаю я. Ля-ля, 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 ля-ля. Дождик лет по крышам, по улицам вада. Я иду по лужам, по воде шагаю я. Ля-ля, 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 по воде шагаю я. Ля-ля, ля-ля, по воде шагаю я. Ура! Браво! Друзья, перед вами выступала звезда нашего канала Настя Иванова. Настя, яблочко, покушайся. Спасибо большое. Тут нашей внучке подарили домик родители на день рождения, как конструктор. Потом собрали его. Ой, что-то тут дверь отвалилась. София играла. Вот такой обалденный. Он, по-моему, из фанеры, из тоненькой. Ой, вы не представляете, такой красивый домик. Таня говорит, что Настя не хочет играть, а София, говорит, с удовольствием играет. Вот такой вот домик. Просто обалденный. Настя, ну расскажи про домик-то. В какой половине София? В этих половинах София. А где лестница? Ее поменьше половина, да? А твоя... Розовые шторы! Они дерутся, друг у друга мебель забирают, игрушки. И у них дом пополам теперь. Обалдеть! Очень красиво. Ты на зайца села! Да ты что? Нет, он вот он. Нет, вот! Так это ты села на зайца? Ой, умора! Ты, говорит, на зайца села. Так у тебя еще и мебель есть? Да. А что у тебя из мебели? Что это такое? Это диван с ящичком, кресло. А это, знаешь, это надо у входа ставить, чтобы сюда присесть, а бутся было удобно. Это у входа в прихожки ставят. Да, вот здесь вот вещи лежат. Да, там ключи положить, это в прихожки ставят. Обычно. Это вот мои, вот это, я еще к сосу с гусью хожу, чтобы по лесенке забираться. Понятно. Короче, тебе домик нравится, да? Да. Знаете, что? У нас на чердаке все животные живут. София спряталась, не выходит. Сейчас я туда заселю одного жителя, мальчика. Ладно, маши всем пока-пока. Нет. Ну, посмотри. Ты хочешь еще сняться? Да. Сними, как я играю. Давай снимем, как ты играешь. А кто это там? А, это у тебя обезьяна живет там? Да. Она говорящая? Нет. Она просто, как любые. А как обезьяна вообще кричит? Я что-то забыла, подзабыла. У-а, у-а. Да, вот так. А этого парня как зовут, мужчину? Этого? Угу. Представь нам его, пожалуйста, на видео. Встречайте. Живет в этом деревянном домике. Парень, которого зовут Юрий Иванов. Я так и знала, что сейчас скажет. Парень по имени Юрий Иванов. В деревянном домике. Я сейчас. Давай. Господи, боже мой. Вот нас тут провожают внучки. София. Пока-пока. У тебя тоже персиковые. Настя. Настя мне вот такой подарочек дал. Видали, я сегодня буду вечером кушать. Пока-пока, Настя. Пока-пока. Все, пока-пока. Все, давайте, счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok